Первое воскресенье октября, практически середина золотой поры года, ежегодно проходит в Беларуси под знаменем праздника работников сферы образования. День учителя, пожалуй, можно назвать народным праздником. Потому что педагогия одна из самых солидных по размеру армии дружников. А еще потому что у каждого из нас в жизни учителя были или есть сейчас. Учителем быть всегда было непросто. Во все времена это высокая ответственность за воспитание молодежи. А значит формирование нашего общества. И в наше время учителя тоже передают и свои знания детям. И вкладывают душу и сердце в свою работу. А это всегда очень высокие энергетические затраты. На нас, учителях, педагогах, высокая миссия формирования общества. А значит мы пишем историю нашей страны. В торжественном мероприятии, посвященном Дню Учителя, приняли участие ветераны педагогического труда и молодые учителя. Руководители системы образования Брещины. Поздравить с профессиональным праздником пришли представители власти. В адрес педагогов звучали слова благодарности и признательности. Ведь именно на них ложится большая ответственность воспитывать и обучать будущее нашей страны молодежи. В команде первого региона работает 28,5 тысяч педагогического коллектива. Обучается в наших учебных заведениях 172 тысячи учащихся. В 449 детских и дошкольных учреждениях воспитываются 54 тысячи наших воспитанников. Конечно, прежде всего, хочется сказать слова благодарности нашим педагогам за то, что ежегодно в копилку первого региона мы закладываем порядка 750 золотых и серебряных медалей. Мы также туда вкладываем не одну сотню международных дипломов. Это говорит о высоком профессионале из наших педагогов. В Брестской области хорошо работают наши династии. Вот мы посчитали у нас таких династий, которые уже прошли 650-450 лет, если посмотреть общий стаж, 18 династий. Каждые из этих фамилий уже особо отличились. Они воспитали не одну сотню своих выпускников, не завоевали ни один диплом на международных, опять же повторюсь, республиканских, областных и районных уровнях. Поэтому уверен, что те молодые специалисты, которые в этом году к нам пришло, 561 молодой специалист, обязательно закрепятся на своих местах и ориентируясь на своих наставниках, на своих старших коллегах, так сказать, обязательно сделают тоже свой правильный выбор и будут работать в учреждениях образования в нашей педагогической среде. Лучших представителей профессии отметили наградами, грамотами, благодарностями Брестского облсполкома, Министерства образования, а также Белорусского профсоюза работников образования и науки. В этот день никто не скупился на добрые слова. Ведь они в адрес те, кто не только дает знания, но и воспитывает в ученике человечность и доброту, кто формирует мировоззрение ребенка. Современный педагог – это педагог, который учится всю жизнь. Мы должны действительно, каждый педагог, соответствовать своему времени. Всегда детям интересен тот педагог, который стоит с ними на одной ступенечке, понимает ребенка, понимает и улавливает вот эти вот веяния времени и шагает в ногу со временем вместе со своими учениками. Бобри не такие педагоги? Я думаю, да. Во всяком случае, мы стараемся этому соответствовать. Учитель – это не профессия, а образ жизни. Я считаю, что бывших учителей не бывает. Для меня работать с учителем – это одно удовольствие. Я получаю много положительных эмоций от проведения уроков. Детишки радуют своими успехами. Мне нравится выбранный мой путь. Учитель должен тянуть за собой детей, быть таким, как кубик. С разных сторон он должен быть высоко обученный, высоко квалифицированный, а самое главное – тоже человечный, чтобы понимать самых маленьких деток, быть для них второй мамой. Миссия учителя многогранна. Он наставник, который своим примером показывает, как справляться с трудностями. Он психолог, который может найти ключик в сердце любого ребенка. Он друг, с которым можно обсудить проблемы. Для учителей первого региона это не инструкция, это образ жизни. Так считает и Маргарита Погданович, директор средней школы номер один города Бреста. Ее вклад в реализацию социальной политики Беларуси и многолетний добросовестный труд в сфере образования высоко оценили и депутаты национального собрания. Столь высокая награда – это не только моя заслуга. Это заслуга всего моего коллектива. И педагогического, и мои ученики. Это заслуга моих коллег. Это заслуга моих коллег по депутатскому корпусу. Потому что такая столь высокая оценка именно моего труда без их помощи, без их участия, без их поддержки, конечно же, такую оценку я бы не получила бы. Ну, в канун праздника для меня вдвойне приятно, что именно в канун такого профессионального моего праздника, в профессии, которую я обожаю, я получила эту награду. И всем своим коллегам, всем педагогам, особенно молодым педагогам, ветеранам я хочу пожелать прежде всего здоровья, 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 мирного неба. И чтобы рядом с ними были здоровы их родные и близкие. И чтобы поддерживали их всегда по жизни люди, которые желают им счастья и благополучия. У нас с Тауникус получаются самые разностранные якости. Мудрость, адвокаванность, эрудыция, абаяльность. И, кроме этого, эта профессия имеет и стратегичное значение. Это праздник прошел в какой-то особой атмосфере. Наверное, из-за того, что его виновники – люди, уникальные опыты, вклад которых просто не оценим. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, от Главного управления по образованию Брестского госполкома и себя лично искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём Учителя. Желаю вам радости в каждом учебном дне, радости от достижения детей, потому что гордость учителя в его учениках. Желаю искренне вам жизненных сил и крепкого здоровья для реализации всех задуманных планов. И пусть всегда будет мирным небо над нашей красивой Белоруссией. Нариса Смолович, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович. Новости Бреста.